В эфире новостная программа Арцах. Здравствуйте. С основными новостями дня 22 февраля в студии Ольга Григорян. Сегодня в программе. Президент Арцаха подписал закон о государственном бюджете на 2021 год и пакет налоговых льгот. Президент Араика Рутюнян принял министра по чрезвычайным ситуациям Республики Армения Андроника Пилуяна. Азербайджанская сторона запретила любые поисковые операции в непонконтрольных Арцаху населенных пунктах. В Арцахе будет создана учебная авиалаборатория беспилотных летательных аппаратов. В Карабах вернулись 52 700 человек. Об этом и о многом другом более подробно. 22 февраля 1988 года в поселке Аскеран Нагорного Карабаха прошла демонстрация. В этот день состоялось первое вооруженное столкновение азербайджанцам с мирными жителями. Многотысячная толпа азербайджанцев пешком двинулась к Аскерану из соседнего города Агдам. По разным данным, в толпе было от 2 до 3 тысяч человек, в основном молодые мужчины. По пути они крушили все на своем пути, останавливали автомобили, громили их, избивали водителей и пассажиров, используя арматуру и камни. Около полусотни раненых жителей НКО были доставлены в больницы. Лишь на окраине Аскерана, в том месте, где дорогу с двух сторон зажимают небольшие ущелья, толпа была остановлена силами 20 отрядов милиции, в том числе и азербайджанской. Этот день вошел в историю как день возрождения Аскерана. По сложившейся традиции, сегодня вспомнили события трехлетней давности и отдали дань уважения всем жертвам освободительных войн Арцаха за последние десятилетия. По телефону передает главный редактор Аскеранской газеты «Берт» Карине Бахшиян. Не нарушая традиции, Аскеранская мэрия организовала мероприятие, посвященную Дню Возрождения Аскерана. На мероприятии присутствовали представители районной администрации во главе с председателем Арменом Каграманяном, секретарь госбезопасности Республики Арцах Виталий Баласанян, руководители силовых структур, активисты движения и участники войны. Они возложили цветы к памятнику жертвам Арцахской войны и почтили их память минутой молчания. 19 февраля президент НКР Араик Рутюнян подписал принятые парламентом законы о налоговых льготах, о внесении изменений в государственный бюджет Республики Арцах на 2021 год, о внесении изменений в закон о государственной службе, законодательный пакет налоговых льгот включает законы об установлении налоговых льгот в связи с войной, о внесении изменений в закон о налоге на прибыль, о налоге на добавленную стоимость, внесении изменений в закон о налоге на торговлю, о расчетных платежах, о патентных пошлинах, об использовании кассовых аппаратов, о накопительных пенсиях, о налогах, о строительстве, ремонте и содержании дорог, Закон Республики Арцаха о признании утратившим силу закона об отчислениях и закона об установлении льгот по налогам и другим обязательным платежам. Законы Республики Арцах об установлении льгот по другим обязательным налоговым платежам. Президент Республики Арцах Арейко Рутюнян принял министра по чрезвычайным ситуациям Республики Армения Андроника Пилаяна. Как сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества соответствующих звеньев двух республик по вопросам предотвращения и преодоления чрезвычайных ситуаций. Во встрече принял участие и министр внутренних дел Республики Арцах Карен Саркисян. Президент Арцаха вместе с семьей присутствовал на божественной литургии в храме Амараса. Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 21 февраля вместе с членами семьи присутствовал на божественной литургии в храме Амараса, которую ослужил епископ Фортанес Абрамян. Как сообщает аппарат президента Арцаха, глава государства подчеркнул ключевую роль Армянской апостольской церкви в общественной жизни, заверил, что при сотрудничестве с Арцахской епархией правительство выделит средства для обеспечения транспортной связи между столицей и действующими церквями районов Республики по Воскресенье. На литургии также присутствовали секретарь Совета безопасности Арцаха Виталий Баласанян, руководитель администрации Мартунинского района Эди Каванисян, военнослужащие армии обороны, паломники. С 15 февраля поисковые операции не проводились. Об этом сообщает МЧС Арцаха. Азербайджанская сторона без каких-либо комментариев запретила сегодня поисково-спасательные работы в населенных пунктах, находящихся вне контроля Арцаха. Это первый раз после прекращения огня, когда поиски прекратились так надолго. На сегодняшний день найдено 1485 трупов военных и гражданских лиц. Жертвам войны уже предоставлено 21,5 миллиардов драмов. Министр труда и социальных дел Армении Месропа Рыкелян сообщил, что в рамках текущих 20 программ жертвам войны уже предоставлено 21,5 миллиард драмов. Зарегистрированные в Арцахе граждане в течение четырех месяцев получат 68 тысяч драмов. Раненым военнослужащим будет выплачено единовременное пособие в размене 500 тысяч драмов. Этой программой уже воспользовались 2000 бенефициаров. Около 40 населенных пунктов в районах Сюник и Гегарукуник включены в программу социальной помощи приграничным общинам. Профессиональная группа по оценке потребностей людей с ограниченными возможностями в результате войны находится в Арцахе. Как сообщили в правительстве Арцаха, группа социальных специалистов из Арцаха и Армении оценивает потребности людей с ограниченными возможностями в результате Второй Арцахской войны и готовит их к протезированию. Руководитель Степанакерского центра протезирования Карен Даниэлян также задействован в этой работе со всем своим потенциалом. В эти дни специалисты посещают людей, нуждающихся в протезировании, знакомятся с условиями их проживания, обсуждают необходимые вопросы, направленные на улучшение их образа жизни, чтобы решить их в ближайшее время. Вчера министр труда, социальных дел и миграции Республики Арцахманы Танделян встретилась с членами профессиональной группы и подробно ознакомилась с их работой. Танделян подчеркнула, что наши соотечественники с ограниченными возможностями будут под особой заботой государства, и даже самые элементарные бытовые проблемы должны иметь адекватное решение. В Арцахе будет создана учебная авиалаборатория беспилотных летательных аппаратов. Министр образования, науки, культуры и спорта Республики Арцах Лусинека Раханян в интервью данным Армен Пресс рассказала, что политика в области образования в Арцахе реорганизуется в соответствии с послевоенными реалиями, и она должна учитывать все существующие вызовы. Лусинека Раханян также заявила, что в кратчайшие строки будет поставлена задача по укреплению сектора образования, и мы приступим к ее реализации. В первую очередь она отметила программу внедрения систем безопасности в школах и детских садах. Этот проект уже находится на стадии планирования. В системе образования, в области информационных технологий, мы будем развивать и программу ТУМО. В ближайшем будущем мы планируем установить ТУМО-боксы в городах Мартуни, Мардакет и Аскеран, каждый из которых сможет принимать по 320 учащихся. Это будет сеть небольших спутниковых центров, которая, как контейнер, сможет легко перемещаться по территории, без больших затрат. Также хотим расширить и сеть инженерных лабораторий «Армат». В этом году планируется установить 11-12 лабораторий. До войны в Арцахе их было более 30, 10 из которых остались на территориях, подконтрольных Азербайджану. В системе образования Арцаха мы хотим создать соответствующий технопарк, настоящую школу. В апреле этого года в Степанакерской школе номер 3 будет создана учебная авиационная лаборатория дронов, сказала Караханян. Что касается образовательного процесса в школах всех населенных пунктов, подконтрольных Арцаху, Лусине Караханян отметила, что за исключением общин Аскеран-Сезнэ, Кашатах-Суз и Хин-Шен-Шуши, куда ученики еще не вернулись, все школы в Арцахе восстановлены. В настоящее время общее количество учеников составляет 18 613 человек, вместо прежних 23 900. Около 5 800 учеников Арцаха продолжает обучение в школах Армении. На вопрос об учителях, перемещенных из населенных пунктов неподконтрольных Арцаху, министр отметила, что из зарегистрированных более 280 учителей, 58 смогли получить работу по профессии. В ближайшем будущем мы предусматриваем программу долгосрочного обучения. Обучение школ горячим питанием мы подключим и учителей, вынужденных покинуть свои дома. Кроме того, мы обратимся в Министерство образования и науки Республики Армения с просьбой разрешить вынужденным переселенцам из Арцаха, проживающим в Армении, участвовать в конкурсах на вакансии. Доходы и налоги, поступившие в госбюджет Арцаха, снизились более чем на 65%. Налоговые доходы и пошлины, поступившие в государственный бюджет Республики Арцах по предварительным данным, в январе 2021 года составили 1,27 млрд драмов, что меньше аналогичного показателя прошлого года на 65,8%, или на 1,972,3 млрд драмов. Как сообщает Комитет государственных доходов Арцаха, в течение января текущего года в налоговом органе зарегистрировано 60 хозяйствующих субъектов, ликвидировано 5. За этот же период было проведено 27 исследований, 21 из них о необходимости внедрения кассовых аппаратов и 6 о соблюдении правил акцизных марк. В отделе обслуживания налогоплательщиков поступило 6 819 расчетов-отчетов, из них 6460 обработаны в электронном виде. Подписано 29 договоров с налогоплательщиками на электронную отчетность. В рамках процесса возврата суммы процентов, уплаченных сотрудникам, нанятыми индивидуальным предпринимателям, в размере процентов, уплаченных за обслуживание ипотечного кредита в январе 28-го, было возвращено 3,9 млн драмам. 10 новым налогоплательщикам выданы сертификаты на получение налоговых льгот скоросроком на 3 месяца. В рамках программы сотрудничества налоговых органов Республики Армения и Республики Арцах между двумя структурами были осуществлены работы по обмене счета импорта и экспорта, осуществленными налогоплательщиками Республики Арцах через таможенную границу Республики Армения, счетами сделок между субъектами Республики Армения и Республики Арцах, косвенных налогов, а также обмен другими документами и сведениями, являющимися основаниями дальнонаглообложения. Российский миротворческий контингент продолжает выполнять задачи на территории Арцаха. Министерством обороны Российской Федерации круглосуточно отслеживается ситуация на 27 наблюдательных постах и осуществляется контроль за соблюдением режима прекращения огня. Российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение мирных жителей в места постоянного проживания и восстановление гражданской инфраструктуры оказывают населению гуманитарную помощь. Наш эфир подходит к концу. Сейчас прослушайте информацию о погоде. На территории Арцаха 23 февраля по сообщению Гидрометцентра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуху ночью минус 4, минус 9. Днем плюс 4, плюс 8 градусов тепла. Дорогие радиослушатели, всего доброго. В студии работала Ольга Григоря.